Здравствуйте, это Арсений Гуричев, врач, клинический психолог. Я хочу обратиться к вам с предложением возможности бросить пить пиво. Если вы намерены это сделать, и у вас нет тяжелого алкоголизма, когда вы не можете не пить, то вы с помощью этой записи можете избавиться от этой привычки. Если вы не намерены бросить, то не слушайте дальше, потому что вам будет неприятно после этой записи пить пиво. Но бывают ситуации, когда больших причин для того, чтобы его пить нет. Есть просто пивычка. Один день, два дня, три дня, 20 дней, 40 дней, 90 дней. Некоторые пьют его каждый день, некоторые через день, некоторые по выходным. Но если вы устали от этого, если вам надоело это, вы можете с помощью этой записи помочь себе и освободиться от него. Итак, если вы намерены это сделать, то продолжайте слушать эту запись. А сейчас усаживайтесь поудобнее, не перекрещивая рук и ног. Ощутите опору своего тела. И в то же время открытость в груди и легкость в голове. А чтобы вам ничто не мешало, просто прикройте глаза. И подумайте, нужно ли вам пить пиво. Как это бывает? У кого-то через день, у кого-то каждый день вечером. А кто-то пьет его просто по выходным. И так бывает, что люди привыкают к этому. Но это просто привычка. И вы можете не быть зависимым от него. И если вы решили освободиться от этого желтого пенного напитка, то вы можете это сделать именно сейчас. И я предлагаю вам сейчас подготовить ваше тело для освобождения от пива. Для этого сделайте глубокий вдох. Напрягите мышцы вашего тела. И на выдохе полностью его расслабьте. Просто позвольте телу расслабиться. Угу. И сделайте это еще раз. Глубокий вдох. Напрягли все тело, все мышцы. И на выдохе полностью расслабьте. Полностью расслабьтесь. Хорошо. И сделайте еще один раз. Глубокий вдох. Напрягите мышцы вашего тела. И на выдохе полностью расслабьтесь. Хорошо. А сейчас я предлагаю вам перенести ваши ощущения в веки. Они у вас прикрыты. И вы можете притвориться, будто вы не можете их поднять. Бровями вы можете шевелить. А веками нет. Они просто не поднимаются. Хорошо. Перестаньте пробовать. Просто пусть они будут расслаблены. А теперь перенесите ваше расслабление в век себе на затылок. И позвольте расслаблению растечься по всему телу. Вот так вот. До кончиков пальцев ног. Хорошо. Пусть любые звуки, которые вы слышите, будь то звуки транспорта или людей, или животных, или бубнящий телевизор, или еще какой-то звук, или звук моего голоса, пусть эти звуки помогают вам обратиться в свой внутренний мир, расслабиться и поддерживать это состояние. Хорошо. И теперь, когда вы расслабили тело, я предлагаю вам расслабить ваше сознание, которое обычно все время о чем-то думает. Ну и для этого я предлагаю вам представлять то, что я вам говорю. Через несколько мгновений вы сможете увидеть цифры, которые я буду называть. Каждая последующая цифра будет делать так, что пропадает предыдущая. Они просто растворяются в воздухе. И когда вы достигнете цифры 95, ваше сознание полностью расслабится и будет готово к работе. Итак, это 100. 99. И вы погружаетесь все глубже и глубже. 98. Еще глубже. 97. Продолжите счет. Угу. Погружаясь все глубже и глубже, пока цифры не исчезнут полностью. И вы не погрузитесь полностью. хорошо. Выкидывайте эти цифры. Хорошо. Оставьте только свет. Хорошо. И теперь представьте, что вы держите в одной руке свой любимый стакан или кружку. ту емкость, из которой вы привыкли выпивать пиво. Может быть, это стеклянный стакан или фарфоровая кружка. Может быть, даже пластиковая или металлическая. У вас наверняка есть какая-то удобная посудина, из которой вы привыкли выпивать пиво. Скоро вы сможете наполнить ее пеной, желтоватым напитком. Но перед этим мне хотелось бы, чтобы вы подумали о магазине. О том магазине, где вы покупаете пиво. Это, наверное, большой магазин, а может быть, небольшой магазин. Как бы то ни было, в магазинах работают такие люди, как охранники. Это такие люди в черной форме, они целый день ходят по магазину, наверное, чертовски устают, наверное, им трудно и иногда они дежурят целыми сутками, им даже негде помыться. Но они выполняют свой долг и ходят по магазину. Некоторые из них дежурят даже ночью. И когда они остаются на ночное дежурство, они хотят расслабиться, просто расслабиться. И у них есть искушение. Они ходят между стеллажами с пивом, и смотрят на это. И им хочется немножко выпить. Но когда есть возможность выпить бесплатно, почему бы это не сделать? И тогда охранник может немножко отпить из бутылки, для чего он аккуратно приоткроет крышку и просто сделает один или два или три глотка. ведь в бутылке не будет сильно заметно пропажа. И когда он это сделает, он может убедиться, что все-таки уровень жидкости в бутылке отличается от уровня жидкости в других бутылках. И тогда ему на ум может прийти очень простая идея. Для того, чтобы не было видно пропажу пива, надо просто немножко нассать бутылку. Чуть-чуть. Просто достать член и немножко нассать в бутылку. А так как отпитываясь в нескольких бутылок, то охранник может нассать в нескольких бутылок. Аккуратно прикрыть крышечку и перетусовать эти бутылки на стеллаже, чтобы не было заметно, чтобы покупатель не заметил, в какую именно бутылку он нассал. Потому что иногда охранники не идеальны и у них есть половые инфекции, и поэтому их моча немножко мутна от гонорейного гноя. Некоторые умные охранники тогда писают в нефильтрованное пиво. А их менее сообразительные товарищи могут насекать и в обычное светлое. Что касается баночного пива, то то же самое происходит, но только на заводе. И вот этот охранник немножко отпивает пиво и немножко туда писает. Чуть-чуть. К сожалению, охранники не всегда моют руки, и поэтому после того, как он потрогал свой липкий половой член, он может потрогать горлышко бутылки. Но ничего страшного, он все аккуратно вытрет, вытрет рукавом свои черные тужурки и поставит бутылку обратно. Теперь перестаньте думать об этих охранниках. Не думайте о том, как они мочатся в пивом магазине. Ведь от одного вида липкого члена, из которого изливается бутылку с пивом, моча уже может стать противным. Итак, представьте, что в одной руке вы держите свою любимую емкость для пива, а в другой руке этот желтый пенный напиток. Налейте этот напиток в емкость, не вспоминая об охранниках. Правда, когда вы наливаете пиво, вы можете уловить в воздухе тонкий, едва уловимый запах урины. Он незаметен, но если принюхаться к пиву, то он есть. Даже запах урины и немножко запах немытого тела. Желтая пенная жидкость в вашем стакане или кружке, она просто немножко пахнет мочой. Если вы точно хотите пригубить это, то сделайте это в последний раз. Лишь для того, чтобы испытать отвращение к пиву. Чтобы вам стало дурно. И в следующий раз, когда вы увидите пиво, то вы сможете моментально вспомнить то, что может с ним быть. То, что в пиво может нассать охранник. Сейчас, если вы не стали пить мочу охранника или все-таки наказали себя и дотонулись губами до желтой пенной жидкости, лишь для того, чтобы никогда больше этого не делать, вы можете вспомнить чистую белую новую раковину из дорогого фаянса. Вы можете увидеть, что на этой раковине лежит тюбик новой зубной пасты и лежит новая зубная щетка в упаковке. Вы можете открыть воду и увидеть ее чистую, прохладную, свежую. И вы можете открыть тюбик зубной пасты. Заметьте, что под крышкой пасты еще есть фольга, которая полностью защищает пасту. Вы можете оторвать ее, вскрыть упаковку зубной щетки, выдавить немножко пасты, ополоснуть рот водой и начать чистить зубы. Зубная паста с непривычки даже может щекотать вам рот. Она мятная, очень прохладная и в носу у вас появляется этот запах прохлады, как будто вы ранним морозным утром вышли и вдохнули этот холодный, свежий, бодрящий зимний воздух. Продолжайте чистить зубы, насладитесь чистотой, здоровьем, свежим дыханием. Ополоскивайте рот, хотя у вас останется во рту мятная свежесть, мятная морозная свежесть, ощущение чистоты, здоровья, свежее, приятное дыхание, легкая прохлада. Почувствуйте ощущение во рту, насладитесь ими ими и запомните. И сейчас на счет три вы сделаете глубокий вдох и выдох. Откройте глаза и вернете сознание в то помещение, где вы находитесь. Итак, один, два, три, вдох, выдох, открывайте глаза. Хорошо. Возвращайтесь в комнату, оставаясь здоровым, набравшимся сил и освободившимся от ненужных и вредных привычек. Возвращайтесь